А когда произошел этот щелчок? Девочки, не становитесь лужой экспертами, не идите в инфоциганство. Что я делала для того, чтобы стать динарой саджан? Я у мамы спрашиваю, мама, какая у меня заработная плата? Это и твоя ответственность в том числе, и мы уже это не должны генерировать. Вы будете как я, а кто будет как вы? Чем Айгерим Танерберген занималась до запуска курсов? Богатые всегда учатся, а бедные и так все знают. Тысяча? Если ты самый умный в комнате, то ты не в той комнате. Нужно тянуться и куда-то еще лезть. От декретного пособия выросла до миллионера. Вот опять синдром самозванства. Думаешь, да нет. За 5 месяцев я стала евромиллионером. Супер, я вдохновлена. Вы проходили когда-нибудь курсы различные личностного роста? Не, я не проходила. А почему? Ну, мне было неинтересно. А если бы была возможность, вы бы прошли, и сколько вы готовы заплатить? Ну, если бы это было бы что-то полезное, в плане обучения чему-то серьезному, то я готова была бы заплатить, наверное, 100 тысяч. А сколько вы вообще готовы платить за подобные курсы? О, классный вопрос. Это зависит от программы, это зависит от спикера. И для меня важным критерием выбора является успех этого человека. Потому что когда домохозяйка рассказывает о том, как круто все можно привлечь и вселенную завертеть вокруг себя, ну, это хорошо, но что ты сделала для... Ну, что у тебя есть? То есть, ну, результаты, они важны. А сколько курсов, в общем, вы прошли? Ну, я так точно не скажу, но я скажу так, то, что мне нравится, я иду на последующие курсы тоже. Ну, то есть, там, вот, первый, там, ступень, ну, не знаю, ступень, но ступень, вторая. Ну, наверное, в общей сложности курсов 5-6 разных. Вы проходили когда-нибудь? Нет. Я тоже не проходила, честно. Мы ничего не можем сказать. Почему не проходили? С чем это связано? Ну, не знаю. Действительно, мы бухгалтера просто, у нас нет времени, и у нас постоянные отчеты. Мы постоянно учимся. А сколько вы могли бы заплатить, если бы вам курсы были интересные? Я, наверное, буду, подожду, когда фирма заплатит за меня. Я проходила курсы психологические, получается, да? Ну, сколько заплатила? 40 тысяч примерно. А у кого вы проходили, если не секрет? Московский психолог, по-моему. А сколько вы готовы заплатить? Максимальную сумму заплатить? До 100 тысяч. До 100 тысяч? Да. Это, думаю, нормально. Для себя, только если бухгалтерский, ну, по профессиональной деятельности. Проходили подобные курсы? Нет. Почему? Как-то неохота, нет желания. В последнее время очень популярны стали различные курсы личностного роста, бренда. Да. Вы подобные курсы проходили? Нет, не проходила именно личностного роста. Ну, а в целом курсы какие-либо проходили? Да, сейчас я прохожу курс по книжной иллюстрации. Ну, а сколько вы готовы максимальную сумму денег заплатить за курс, который вам просто необходим? А я не плачу, у меня родители платят. Хорошо, а родители бы вам одобрили? Думаю, в зависимости от периода курса. Например, если курс длится несколько месяцев, то 100-200 тысяч нормальная цена, максимум, наверное. А вообще вы сколько курсов уже прошли? Это мой второй курс. То есть вы готовы заниматься так вот? Да, это интересно. Был бы миллион, пошла бы за миллион. Ну, сколько будет, наверное, сколько смогу отдать. А так еще ни разу не проходили? Нет. Спасибо большое. Вот видите, Айгирин, народ хочет учиться и готов платить. Это отличный тренд. Это отличный тренд. И вы знаете, я в 2020 году на карантине провела 120 прямых эфиров. И ко мне спикеры с удовольствием шли, потому что они понимали, что меня смотрит казахская аудитория, а казахи любят учиться. Отлично. Казахи начали классно, активно обучаться, вот я думаю, в течение двух лет. И этот тренд только растет, и следующие несколько лет тоже будет расти. Ксения Собчак записала интервью с Блиновской. Вообще в интернете очень много появилось роликов, сюжетов об инфо-цыганстве, да? И многие стали говорить, что вот, если ты курс запустил, значит ты инфо-цыган. Верно. Знаете, с одной стороны, есть в этом доля правды, потому что сейчас пошел такой тренд, что молодежь, пройдя курсы по 990 тенге, начинает называть себя таргетологами, копирайтерами. Это действительно уже эксперты, и вот на фоне этих уже экспертов страдают добросовестные, крутые эксперты. Поэтому называть всех инфо-цыганами, это, знаете, обозвать плохим словом много добросовестных, трудолюбивых людей. Вообще, конечно, пандемия, она, я думаю, во-первых, она нас моментально всех перевела в онлайн, да? Наши дети научились, там у меня Диана онлайн-балетом занималась, да? И сейчас это абсолютно стало нормой, да? То есть мы не говорим, типа, вау, ты запускаешь курс. Я в 2018 году запустила свой онлайн-курс, но тогда это не было мейнстримом, трендом, да? А сейчас ты, когда вот смотришь, там, домохозяйка запустила курс, там, учитель английского языка запустила курс, фитнес-тренер, то есть ты к этому относишься абсолютно нормально, да? То есть мне кажется, что завтра, наверное, у каждого человека будет свой курс, как визитная карточка, я не знаю, там, как что-то такое, скажем, необходимое для каждого человека. Для каждого эксперта, я бы сказала бы, да, да, на самом деле, если есть чем поделиться, то почему бы, во-первых, не приносить пользу людям через эти знания, во-вторых, не монетизировать эти знания? Потому что есть другая крайность, другая проблема, когда люди копят эти знания годами, но поделиться и монетизировать не могут. Вот, например, ко мне приходят эксперты, я продюсирую экспертов. 15 лет человек занимается супердиетами, скинул 30 килограмм, знает все тонкости похудения, но сидит дома и никому не рассказывает, да, о своих знаниях. Есть офтальмолог, который тоже 20 лет в этой сфере классно восстанавливает зрение, она пришла ко мне на обучение, мы ее запустили, и теперь ее смотрят тысячи людей, восстанавливают зрение. Я считаю, что это прекрасная возможность делиться, тем более век информации. И ведь классно, когда человек сам может выбирать, во-первых, вот если говорить о потребителях, они могут выбирать, в каком направлении им развиваться. Нет вот этого вот советского, вот вы все одинаковые, вы все проходите одну программу, каждый может осознанно выбирать, в каком направлении ему развиваться. А если говорить о генераторах контента, то это отличная возможность для экспертов реализовать себя и принести пользу. Поэтому каждый эксперт имеет полное право, в том числе моральное, на запуск своих курсов. Посмотрите, вы помогаете экспертам запустить свой курс. Сколько человек уже вы запустили? Ну вот на протяжении полутора лет мы запустили более тысячи экспертов. Тысяча? Да. То есть вы ведете какой-то отбор, да? То есть, ну, условно, любой человек может прийти к вам и сказать, я хочу запустить свой курс. Мы делаем отбор на старте. Есть два направления в инфобизнесе. Если человек имеет твердую экспертность, я сейчас не говорю о лжеэкспертах, которые там говорят, что домохозяйка сама ничего еще не добилась и предлагает там какие-то суперклассные результаты, да? Если человек эксперт, то он запускает свою экспертность, свои консультации, мастер-майнды, разборы. Но если у человека пока еще недостаточно экспертности, я сразу говорю, девочки, не становитесь лжеэкспертами, не идите в инфо-цыганство. Тогда вы можете научиться продюсированию и запускать экспертов. Получается, на старте сразу человек определяет для себя, если у него достаточно экспертности, он учится запускать себя, свои курсы. Если у него недостаточно, он учится работать с экспертами, готовить для них оффер, продвигать их и с их запусков иметь определенный процент. И этот процент может достигать даже 50%. Девочки, например, которые у меня обучились с нуля, вот, например, недавно Эльмира сделала запуск на 26 миллионов деньги, из них 50% ее. Хотя у нее нет экспертности, она набирает разных экспертов и их запускает. Есть такой еще вариант? Слушайте, это классный бизнес, запускать экспертов, да? Я, когда запускала свой курс в 2018 году, мы полгода сидели и вот просто по крупицам собирали уроки. Да, там у меня 30 видеоуроков, и на каждый урок нужна информация, да? То есть ты не можешь взять ее там, ну я и не собиралась это делать, да, там скачивать с интернета или там в каких-то книгах искать. То есть я просто анализировала свой опыт, что я делала для того, чтобы стать Динарой Саджан. И мы разбили это по урокам. Ну это такой достаточно тяжелый, долгий процесс, да? Вот сколько времени у вас уходит для того, чтобы… Приходит человек, говорит, я круто пеку торты, я могу вот научить, в общем, запускать там кондитерские, да? Вот сколько времени вам нужно, чтобы вытащить из него всю эту информацию и потом это все упаковать еще в какие-то видеоуроки, я не знаю, там… Три месяца. Три месяца. Да, это достаточно долгий процесс, потому что вот overnight за ночь не рождается классный продукт, да? Если мы говорим действительно о качественных курсах, а мои курсы, они супер качественные, я вот тоже против того, чтобы где-то что-то услышал, посмотрел пару видеороликов на YouTube, прошел пару курсов и объявляешь себя экспертом. Я, например, свой последний курс сама писала на протяжении пяти месяцев каждый день, собираю по крупицам, так как у меня очень объемный курс, там почти 300 уроков, вот. А мои девочки, которые ко мне приходят с нуля, мы им даем три месяца на выпуск курса, так как, как правило, первый курс, он не состоит из 300 уроков, да? Там в основном, там, ну, по большей части, там 30, 20, 15 уроков, и на такой мини-курс достаточно, например, уделить 2-3 месяца времени. Но зато, это, знаете, такая шикарная ниша в плане того, что высокая маржа, если в товарке, я, например, раньше занималась товарным бизнесом, маржа 30%, то в инфобизнесе маржа 96%. Один раз человек записывает этот курс, и он, как правило, сохраняет свою актуальность в течение года, в лучшем случае 2-2,5 лет. Достаточно один раз записать, дальше заниматься только его продвижением и продавать его, ну, масштабировать хоть 10 тысяч раз, да? Вот здесь самое интересное продвижение, потому что кто ко мне только не обращался и говорили, Динара, у вас есть классный качественный курс, давайте мы его там прогреем, разогреем и, в общем, что-то сделаем. Я всегда говорила, ребята, спасибо большое, люди смотрят на меня, смотрят мои интервью, знают, что я в этом эксперт, они доверяют, и когда я просто называю старт, они приходят, да? И каждый раз приходит 100 человек, я не занимаюсь разогревами, потому что, ну, как-то вот, не знаю, я к этому отношусь, скажем, я не понимаю, для чего это, да? Супер, согласна. Вот расскажите, человек записал курс, да, 3 месяца вы сидели, у вас были мозговые штурмы, вы писали, качали, записали видеоуроки, все, теперь у тебя есть упакованный курс, его нужно продавать. То есть, как вы помогаете теперь человеку, вы же, вы должны ему теперь продать это? Да. Что вы делаете? Знаете, Динара, самое сложное, продавать курс, записать, это относительно легкий процесс, потому что очень много кейсов, когда курс-то записан, а продать не получается. Поэтому наша схема, она немного отличается от классических, когда ты заранее записал курс, а потом думаешь, блин, как мне теперь его продать, да? Мы сначала тестируем нишу, сначала делаем вброс идей, и только тогда, когда люди, мы убеждаемся в том, что люди действительно готовы за него заплатить, заполняют анкету предварительной записи, ждут, только тогда мы приступаем к записи курса. Тогда, получается, мы продаем идею курса до того, как упакуем сам продукт, ну, для того, чтобы не слить зря ресурсы. А как протестировать, эта идея зайдет, не зайдет, там есть тоже определенные свои техники, но я не люблю вот это слово прогрев, которое тоже в каком-то смысле испортили, да, вот как инфоцыганство, прогрев. И сразу такой, знаете, неприятный осадок остается после этих слов. Прогрев вообще, конечно, есть разные эксперты недобросовестные, которые используют неэкологичные методы, какие-то там персонажи привлекаются за деньги. Вот я работаю в этой сфере больше двух лет, ни разу ничего такого не использовала, я всегда за экологичность. Наверное, в этом моя особенность, что я всегда только за экологичные методы, не давить на боль, там, не использовать какие-то ложные сценарии, в том числе проплаченные, да, это все же прослеживается. И тем более, знаете, вот прогрев, если говорить в хорошем смысле, то это донесение ценности, вот есть классный продукт, вот, например, если я сходила в салон, и мне там нереально понравился сервис, я с удовольствием буду об этом всем рассказывать. То же самое, сначала пишешь классный продукт, в который влюбляешься сама, продаешь идею продукта себе, и когда ты супер веришь в свой продукт, тебе легко о нем рассказывать, и это естественно, это не наиграно. Люди на уровне кожи чувствуют, мы все умные, мы все прокачаны, поэтому какие-то лживые прогревы, это вообще, это все антитренд, и этим заниматься не следует. Если вы хотите иметь долгосрочный бизнес, чтобы вас уважали, к вам люди шли, будьте добры, создавайте классный продукт, который действительно работает, и он будет продавать себя сам. Вот человек пришел к вам, записал курс, да, ну давайте возьмем там мануальный массажист, да, записал, и он реально там 20 лет собирал этот бэкграунд, да, этот опыт, он знает разные техники массажа, да, и он готов записать этот онлайн-курс, он его записал, но у него в Инстаграм там 500 подписчиков, да, то есть как ему это продавать? Вы говорите, вот прогрев, ну даже если он будет прогревать свою там аудиторию, 500 человек, да, но не факт, что он это продаст. То есть человек же, который записывает курс, который приходит, он же по сути еще неизвестный. Верно, поэтому можно качать личный бренд, ваша тема, Динара, она супер актуальна. А, сначала приходите ко мне. Сначала Динара, потом только ко мне. Не, ну окей, если человек, ну там не догадался, да, прийти ко мне или кому-то другому, что ему делать? Рано или поздно нужно начать собирать аудиторию, чем раньше, тем лучше, строить свой личный бренд. Поэтому, например, у нас есть кейсы, когда, ну за 3 месяца человек набрал 7 тысяч живых подписчиков, и это уже отличная база для запуска. Например, я делала запуск на 190 миллионов при охватах 5 тысяч, то есть это не значит, что у человека, если 500 просмотров stories, нельзя сделать запуск. Можно. У нас есть кейсы, когда при 200 просмотров stories сделали запуски на 2 миллиона тенге. Да, это небольшие деньги относительно в инфобизнесе, да, 2 миллиона, но для старта это очень даже ок. И самое главное, вот эти деньги снова вкладывать в оборот и привлекать людей. Я очень часто говорю своим ученицам, девочки, сейчас не время, вот если у вас нет лишних денег, не время вкладываться в брюлики, в шубки, в какие-то там показушные вещи. Вкладывайтесь в свою аудиторию и в свою экспертность, потому что это такой шикарный актив, особенно если вы добросовестный, честный человек, который умеет делать классный результат, то к вам люди будут идти-идти. И вместо того, чтобы за 100 тысяч купить платье, ну потратите эти 100 тысяч в таргетированную рекламу, либо в какой-нибудь коллаб, и вы из этих 100 тысяч получите со временем в 10-20 раз больше. То есть для вас, в общем, шубы и прочее это пассивный доход, не доход, а пассивный актив, да? То есть вы считаете, что нужно инвестировать именно в свою аудиторию, прокачивать ее, потому что эта аудитория будет тебя кормить очень долгое время. Да, при условии, что с аудиторией... А как сделать так, чтобы эта аудитория была, знаете, чтобы отношения были теплые? Быть искренним. Это супер важно, быть искренним, именно поэтому лживые прогревы не работают. Быть искренним, быть собой. Очень многие мне пишут, Герем, я хочу быть как вы. Я говорю, девочки, если вы будете как я, а кто будет как вы? Будьте на своем месте, у каждого человека есть своя уникальность. И важно ее раскрывать, именно поэтому на старте мы начинаем обучение с практики распаковка личности и экспертности, чтобы распаковаться и понять, какая мои плюсы, сильные стороны, и на эти сильные стороны делать акцент, их раскрывать в блоге, и все. После событий в Алма-Ате, я думаю, что у многих сейчас такое подавленное состояние, люди немного в растерянности, да, им сейчас, ну, кажется, не до курсов. Но я думаю, что люди сейчас пойдут в рабочую колею и снова захотят учиться, снова захотят что-то делать. И я считаю, что мы с вами, да, так как и у вас есть курсы, и у меня есть курсы, мы с вами несем ответственность за то, что, ну, чтобы у всех тоже было все хорошо, да. То есть, если раньше мы там думали, win-win должно быть только у меня и у партнеров, да, сейчас win-win должно быть у всех. Помогаете ли вы людям, у которых, скажем, нет денег для запуска курса, да, или там, может быть, собираетесь помогать, но у которых есть экспертность, и которые готовы были бы этим делиться? Я люблю заниматься благотворительностью, что-то показываю себя в профиле, что-то нет, только думаю, что это, ну, супер личное, да, в каком-то плане. Но вот мои курсы до этого отличались именно высоким чеком. Мы в конце этого месяца запускаем доступный продукт, так как когда я приехала на родину, я поняла, что да, нужно сделать какой-то супер эффективный, но при этом очень доступный по цене продукт, который мы будем использовать для того, чтобы нести пользу большему числу людей, большей целевой аудитории. Поэтому будет такой запуск именно с пользой благотворительности. Но есть другая сторона вопроса, все то, что супер дешево, оно автоматически мозгом обесценивается, и когда мы запускали такие доступные продукты, люди даже не доходили до конца. Да, человек должен что-то отдать для того, чтобы ощутить ответственность и довести начатое до конца, да. Но в целом, да, будет такой супер дешевый, ну, в районе 5 тысяч тенге, наверное, продукт ценностью на 150 тысяч. То есть его ценность 150, но он будет супер доступным. Вот, потому что когда я приехала, увидела всю эту ситуацию, я поняла. Знаете, какой я инсайт словила? Вот проснулась утром, 6 утра, на стройке в Хайвилле мы и живем, рабочие с 6 утра начинают работать в этот мороз. Я у мамы спрашиваю, мама, какая у меня заработная плата? Ну, 1200-300, наверное. Я думаю, боже, эти же люди больше здоровья оставляют там, нежели чем они зарабатывают. Ну, мне же не зря творец дал супер маржинальный бизнес. Не просто для того, чтобы разбогатеть и там только по своим родным это все раздать. Я должна нести пользу обществу. И я подумала, окей, нам всем нужны охранники, нам всем нужны дворники. Мы не можем обесценивать их труд, но видя их заработную плату, мне очень хочется им помогать. Хотя бы им, хотя бы их женам. И мы планируем запускать офлайн-клуб, офлайн-центр в Алмате. Даст бог, как все наладится. Конечно, это будет не финансовый проект, потому что офлайн это всегда про большие расходы, затраты. И там же будут проходить разные тренинги для женщин. Там же будет няня, которая сможет присмотреть за детьми. Вот такой вот социальный проект будем запускать. А вы не хотите призвать всех, кто запускал у вас курсы, чтобы они, может быть, каждый из них взял себе в ученики, ну хотя бы там по 5-10 человек, да? Вот я хочу это сейчас делать. Мой курс, он недорогой, да? Для кого-то, может быть, там 39 тысяч дорого, но вот ценность моего курса, я думаю, она там оценивается в несколько миллионов, потому что, ну, человек обретает себя и начинает в себя верить, да? И я просто вижу очень много людей, которые вот сейчас зарабатывают хорошие деньги, да? Кто стал брендом. Но я бы хотела, чтобы в себя поверили миллионы казахстанских женщин и мужчин, которые живут в регионах, да? Вот будете ли вы призывать тех, кто запускал курсы, тысячи человек, чтобы они делились, да, своим опытом бесплатно для того, чтобы вот не только они, да, там, не только те, кто может купить себе этот курс, чтобы богаче, чтобы развивались, процветали в том числе и те, кто не может себе это позволить или вообще не понимает, зачем ему это нужно? Я сделаю сториз прямо сегодня после этого интервью, где призову своих подписчиц, учениц, чтобы мы все вместе приняли такой шаг. Я думаю, прям идея супер. Мы, конечно, ее обсуждали, планировали как раз в этом социальном клубе в Алмате. Они и собирались бесплатно работать, бесплатно выступать, делиться своим опытом. Но я думаю, все, все не зря. И вы то, что мне вот это озвучили, это отличная возможность для меня прямо после этого интервью сделать такое объявление. Это будет очень, мне кажется, большая помощь, потому что я раньше тоже, как и многие другие, думала, что этим должна заниматься власть, акиматы, министерства. Сейчас я поняла, что на самом деле то, что кто-то берет в кредит там мясо, продукты, а мы здесь говорим, ну идите, учитесь, да, то есть это и твоя ответственность в том числе, и мы уже это не должны игнорировать, поэтому спасибо вам большое. Что касается Казахстана, я знаю, что очень многие российские эксперты, вообще зарубежные эксперты прям хотят казахскую аудиторию, потому что у нас здесь народ такой все время, знаете, дай чему-нибудь поучиться. Возможностей на самом деле много, просто не все, наверное, их видят. Тенара, в Казахстане очень много возможностей. Я 5 лет прожила в Финляндии, год на Кипре, почти год в Турции, до этого жила в разных странах, и у меня есть с чем сравнить. И когда люди жалуются, говорят, что в Казахстане плохо, а мне действительно есть с чем сравнить, я говорю, девочки, нужно просто поднять попку и работать, все, не получается только у того, кто не пробует. Я проучилась в Назарбаев университете, туда тоже, когда поступала, была огромная конкуренция, 6 умных ребят на одно место. Я поступила сразу же, причем без подготовки. Я пришла просто бесплатно сдать IELTS для себя, и оказалось в итоге, что я поступила, хотя других детей поддерживали родители. Какой у вас интересный способ сдавать IELTS. А мне подруга пришла за деньгать, слышь, Айка, Герима, там говорит, можно бесплатно сдать IELTS, какой-то новый университет Астаны открывается, давай завтра сходим. И мы в джинсах, в толстовке пришли, смотрю, там в пиджаках, с родителями, с группой поддержкой. Мы так друг на друга смотрим, окей. Зашли, знаете, мы раньше всех вышли, мы тест сдали раньше всех. И когда мы вышли в коридор, все стали спрашивать, почему так рано вышли, как там сложно, легко. Мы такие, ну нормально, ок. И в итоге она не смогла поступить, я поступила так, и вот закрутилась, завертелась. Мы первый выпуск, Ильбаса сам вручал дипломы, я окончила его на красный диплом. И даже тогда, обучаясь в Назарбаев университете, я параллельно работала на пяти работах, хотя программа суперсложная. Я к тому, что если ты супертрудяга, то в Казахстане столько возможностей. Но при условии, если ты готов инвестировать в свой мозг, в свои знания, да? В свой мозг, в свое здоровье, в свои активы. И мне очень нравится фраза «богатые всегда учатся, а бедные и так все знают». Вдуматься, да? Человек, который говорит, а у меня и так все ок, я и так все знаю, у него нет места для роста. А сейчас такое время, вот конкурентно способным важно быть, и в детях тоже прививать. Это качество, постоянно обучаться. Ну то я так делаю, если я чувствую, что у меня стагнация, я просто покупаю кучу книг новых, да, или иду на курс, или просто записываюсь на какой-то тренинг. То есть мне нужен какой-то ресурс, да, я иду, получаю этот ресурс, то есть и понимаю, что приходят какие-то новые идеи, новые мысли, ты понимаешь, как и где еще можно заработать деньги. У нас в Казахстане возможности не на расстоянии вытянутой руки, а на расстоянии вытянутого пальца. И вы правильно сказали про ресурсы, нужно быть всегда в ресурсе, в плане знаний, тренды очень быстро меняются, и только человек, который постоянно обучается, общается, встречается. Вот у нас же с вами сейчас энергообмен, обмен знаниями, он в состоянии отдавать. А когда ты сидишь в изоляции, ничего нового не происходит, ничего нового не изучаешь, не впитываешь в себя, то это как вода, которая стоит, ну и портится, да. Вот, поэтому нужно, девочки, постоянно прокачиваться в сферах интересных, актуальных для вас, девочки и мальчики. Агирим, вы еще рушите стереотип о том, что мусульманская женщина, покрытая женщина, она не учится, она только молится. Да, это супер актуально. Тоже удивляются, Агирим, как вы работаете, а разве так можно? Ну, девочки, ну, конечно, можно, я жила в самых разных странах, да, и мусульманка именно в Казахстане, вот эти вот все шаблоны навешаны только, мне кажется, на наших казахстанских мусульман, потому что в Финляндии мусульманка такая же женщина, как и все, ок, в Турции то же самое, да, очень социально активные. Нужно развиваться, девочки, нужно нести пользу, и это, я думаю, просто неосознанность в определенной мере, что вот это вот представление о том, что мусульманка только молится. Да, молиться важно, духовная составляющая, да, вот есть эмоциональный интеллект, духовный интеллект, IQ, EQ, вот это вот все важно держать в балансе. То есть без самореализации развития просто молиться, это тоже очень сильный дисбаланс. Чем Айгерим Танерберген занималась до запуска курсов? Работала в товарке, товарный бизнес. Динара, чем я только не занималась, я когда обучалась на Зарбаев университете, параллельно преподавала IELTS, ездила в конец города, район Жаннура, зима, Астанинская, на автобусе, час езды туда, час езды обратно, и тогда я за час своего времени получала полторы тысячи тенге. Из них там на ужин, на автобусы и чистыми, ну, тысячу тенге. Я просто здесь хочу провести параллели над тем, как сильно может поменяться жизнь человека в зависимости от его уровня нормы и мышления. Та же Айгерим, казалось бы, не глупая, учится в топовом вузе страны, работала на пяти работах и за час зарабатывала тысячу тенге чистой прибыли. Сейчас час моего времени стоит один миллион тенге, да, личная консультация стоит 500 тысяч. И по мере того, как мы расширяем свое мышление, прорабатываем свои установки, прокачиваем свою экспертность, растет и час нашего времени, да. И сейчас такое время, когда нужно покупать время, а не продавать его. Когда я работала за полторы тысячи тенге в час, преподавая английский, я продавала свое время. Сейчас я стараюсь максимально купить чужое время. Что я имею в виду, когда я говорю покупать чужое время, это, например, помощница по дому, которая убирает, готовит продукты, завозит детей, возит. Но высвобождает вам время. Верно, верно. А свое время я вкладываю только в те 20% по закону Паретта, которые дают мне 80% результата. Только так можно создать классный продукт, который будет помогать. А когда произошел этот щелчок? Вот вы ехали на автобусе, да, с левого берега в сторону Жанура, полторы тысячи тенге вам платили за час английского, да? Да. То есть это та же самая герим. Да. В какой-то момент это где произошло? В автобусе какой-то щелчок. Что я делаю вообще? Почему я трачу на это время? Окружение. Окружение играет ключевую роль. Вот сейчас возьмите 5 самых близких человек в вашем окружении, я извиняюсь, я говорю на английском часто и на русском, у меня иногда и бывают такие чуть-чуть ошибки. Возьмите 5 человек в вашем окружении. Если говорить чисто про финансовый показатель, потому что его легче всего посчитать, посчитайте их средний доход. Вот их средний доход, скорее всего, и ваш. То же самое в отношении мышления. Если ваше окружение вас опережает, так или иначе, в течение месяца, 2-3, вы их догоните. Вот это супер важно, ваше окружение. Каждый из нас живет в своем неком пузыре, да? И, как правило, вот мы такие группы формируем и держимся на этом уровне. Попробуйте поменять ваше окружение. Да, поначалу дискомфортно, когда все вокруг такие супер прокачанные, крутые, а ты немножко отстаешь. Но это супер классный, естественный тренажер, причем чаще всего бесплатный, да? То есть это не какое-то там обучение. То есть вы поменяли свое окружение? Я стала его менять. И знаете, Динара, это не такой процесс, что вот вау, вот сейчас инсайт и все. Я к этому шла несколько лет. Просто постоянно нужно по чуть-чуть себя закидывать, выкидывать из зоны комфорта. Чуть сложнее задача, чуть сложнее. Например, я вот обучаюсь в Москве тоже, часто хожу. И там у нас есть клуб миллионеров, клуб миллиардеров. Я сейчас в клуб миллиардеров перешла. Я бы могла бы сидеть в клубе миллионеров и чувствовать себя комфортно. Я здесь самая богатая, здесь самая умная, но это не по мне. Я перешла в клуб миллиардеров, где я самая маленькая, сижу за последним столиком, там просто идет сортировка, скажем так, по уровню дохода. И мне вот это ощущение нравится, что я самая маленькая в комнате, и мне есть... Но при этом я вот смотрю на вас, вы как-то это все делаете очень легко. У вас семья, двое детей. Ну как-то вот, мне кажется, вы изи как-то так все это делаете. Это стиль жизни. Мне кажется, все мы где-то внутри дети. И важно себя чем-то увлекать. Вот люди, у которых не хватает полезных увлечений, игр, да, скажем так, вот закидывать себя в новое окружение, к чему-то. Это стремится, как проходить новый раунд в игре, да. Они вот эти силы и ресурсы сливают в деструктивное направление, там сплетничать, недовольничать, впадать в состояние жертвы. Это тоже игра. Но уж лучше потратить силы в эту продуктивную, такую вот, знаете, полезную для себя игру и добиваться результатов. Вот у меня нет времени сплетничать, это не люблю, никого не обсуждаю, живу своей жизнью, своими целями. И мне самое главное нести пользу. А с кем конкурируете? Не важно делать рецепт на том, чтобы отдавать. Ну, в Казахстане я ни с кем не конкурирую, но есть куда расти. И в России, конечно же, инфосфера далеко ушла вперед. На три года опережает Казахстан. Вот там, конечно же, есть люди не конкуренты, люди, которые меня вдохновляют. За какой период женщина вот так вот может поменяться? Ведь вы были... Когда это было, когда вы... За два года. За два года, да? От декретного пособия выросла до миллионера. В каком году вы ездили в сторону Жанура, преподавали английский? Ой, это было в университете еще, когда я обучалась, ну, лет 10 назад. Ну, все-таки это не за два года. Я думаю, что это такой долгоиграющий процесс. И есть там теория 10 тысяч часов, да, когда любой человек становится мастером. Но если бы это вот постоянное, не апгрейд, да, постоянное получение знаний, в Назарбаев университет вы пошли, да, там просто вот, ну, не все ходят, знаете, ищут, где IELTS сдать, да, бесплатно. То есть это постоянный апгрейд, 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 апгрейд. И вот сейчас вы помогаете девушкам запускать свои курсы. Но чаще всего, вот я у вас выступала на форуме, это покрытые девушки. Да, большая часть моей целевой аудитории покрыты, но мы не делим, каждая женщина может прийти. Просто особенность моей школы, мы обучаем только женщин. Вот, поэтому, да, какая-то часть мусульманки покрыты, какая-то часть... Но мне они очень понравились, я выступала, они такие активные, все сидели, это было 3 января, утро, ну, можно было еще отдыхать, да, то есть для меня это всегда такой показатель, когда человек в выходной день утром идет куда-то учиться. То есть и они были очень активны, и видно было, что глаза у них горели, то есть у них было какое-то четкое представление, то есть как вообще, скажем, прописать стратегию, да, или там план, потому что я проходила курсы у Шемеля Рифатовича Леудинова, он вообще рекомендует планировать там ближайшие 5-10 лет. Это на самом деле сложно, потому что человек иногда спросил у человека, что он делает завтра, он не знает. Да, девочки молодцы, 3 января вы у нас выступили, они все в восторге от вас, мы к вам идем на обучение. Спасибо. Это сбок. По поводу планирования, можно на 20 лет, на 10, на 5, но знаете, все вот эти вот планы держать в голове очень сложно, а я за то, чтобы всегда упрощать и не сливать ресурсы. И поэтому, когда я, например, сама использую эту технику, на год выстраивать все цели, посчитать, сколько на это нужно ресурсов, в том числе времени и денег, вот эту сумму, которая нужна на воплощение всех этих целей, просто декомпозировать по месяцам. И тогда все цели на год упрощаются до одной ключевой цифры, которую ты просто должен сделать. То есть, условно, если человек хочет заработать в 2022 году, ну, условно, там, 20 миллионов тенге, он должен эти 20 миллионов разбить на 12 месяцев, и затем эти 12, скажем, вот эту сумму, которая выходит в месяц, ее разбить на 30 дней? Да, и тогда он будет просто знать. Понимать, сколько ему нужно заработать в день? В месяц, да, в месяц можно. Каждый день, да? И для этого он берет свой самый высокомаржинальный продукт, например, если он продает платье и там себестоимость 15 тысяч, а прибыль сверху 15, он просто знает, мне нужно в месяц продать 40 платьев. Все. И это настолько упрощает все, потому что мы женщины суперэмоциональные, мы загораемся, строим планы, и с утра все как обычно, все уже, мотивация проходит, да? Чтобы этого не было, пока есть мотивация в самом начале года, мы выстраиваем цели, и это все настолько упрощаем до одной цифры, что потом на обдумывание не уходят ресурсы. То есть ты просто помни, что ежемесячно тебе нужно там зарабатывать условно 500 тысяч деньги? Все. Или там миллион, да? Сколько, какая цифра у вас сейчас стоит? Ну, давайте я сделаю эту цифру, потом скажу, но в прошлом году за 5 месяцев я стала евровым миллионером. 1 миллион евро? Да, за 5 месяцев. Это 500 миллионов тенге? Больше. Угу. Мне кажется, люди, которые строят заводы, они сейчас думают, нафиг, сейчас пойду в инфобизнес. Вот поэтому и растет инфо-цыганство. Все думают, это легкие деньги и бегут сюда, но это не легкие деньги. Во-первых, экспертность нужно качать несколько лет. Во-вторых, нужно сделать действительно классный продукт. Я, когда, я, во-первых, больше все-таки за твердые ниши, когда есть действительно измеримый результат. Не совсем вот это, я, конечно, не обесцениваю психологов, да, но прости обиды, там, избавься от груза от прошлого. Это все важно. Но я больше за твердые ниши, когда человек обретает конкретно измеримые навыки, да, которые можно вот посмотреть. Скинул вес там на 20 кило, похудел в талии там на 5 сантиметров, заработал 5 миллионов. Вот за вот эти более твердые ниши и за реальных экспертов. И знаете, Динар, что самое интересное в этой вашей теме? У реальных экспертов цветет синдром самозванца. У лжеэкспертов его почему-то нет. Вот у меня точно есть синдром самозванца. Я раньше думала, что его нет, потому что я свою книгу пишу уже третий год по личному бренду. Но пока я писала 3 года, я смотрела, сколько людей выпустило в свои книги. Я думаю, почему я до сих пор, ну, то есть ты все время, у тебя к себе очень высокий запрос, да, то есть ты критично на себя смотришь. И даже вот мой курс, он состоит из 33, по-моему, видеоуроков, там у нас дневники. Ну, и есть результаты, кейсы, да, есть очень много людей, которыми действительно я могу там рассказывать, что вот мой кейс, вот мой кейс. Но когда мне моя команда говорит там, давайте сделаем курс дороже, вот опять синдром самозванца, думаешь, да нет, ты там нормальная цена, доступная, пусть люди покупают, да. То есть вот я заметила, что очень многие блогеры, молодые, запускали там курсы, супер мамасита, да, ну, кто-то там тоже нереальную сумму заработала. И, ну, когда, вы знаете, мне кажется, что у самозванцев это очень короткий путь. То есть, да, они хайпанули, да, они запустили какой-то марафон, да, это принесло огромные деньги, но тут же половина разочаровались, тут же пошло там разоблачение. То есть это такой короткий путь. Это хайп. Это хайп, да, это какие-то большие деньги, но это большие риски, и это ты одномоментно получил все и потерял там всю репутацию свою. Да, согласна. И сейчас тоже такие ролики в Рилс крутятся, когда купил курс у блогера, да. Блогеры должны заниматься тем, что у них получается, в чем у них есть экспертность, опять-таки, в ведении блога, но никак не в каких-то других темах, в которых они не экспертны, иначе это опять-таки идет про инфо-цыганство и про лжи-экспертность. Здесь можно ваш совет, ваши рекомендации, как человеку понять, ну, скажем, он ищет там себе, скажем, курс по английскому, я не знаю, курс по там выпечке, да, то есть он ищет реально, но он не знает там курс по пиару, но ему нужно понять, человек эксперт или нет, да, там он хочет там заплатить свои 20 тысяч тенге, и он в поисках, там вышло в гугле тебе 10, да, предложений, и из них нужно выбрать. Самый классный фильтр, это когда человек, результат своего продукта. А если он похудел, используя свой авторский метод, это идеально. Если он заработал, используя свой авторский метод, это идеально. У меня часто спрашивают, Герема, у кого вы обучались, тому, что вы преподаете. Когда я только училась запускать, сама таких курсов вообще не было на рынке, и я сама вникала в тот же самый GetCurse, это платформа для обучения, сама подключала таргетированную рекламу, я весь этот путь прошла сама, и тогда у меня даже в команде никого не было, я работала за десятерых, ночами не спала. И я прошла весь этот путь сама, и я обучаю практически своему авторскому методу, я выкладываю все свои фишки, мои ученицы иногда говорят, Герем, вы настолько все свои знания отдаете, вы не боитесь конкуренции. Я говорю, если мои ученики станут лучше, чем я, это показатель моей экспертности. Поэтому, когда выбирают курс, пусть смотрят на то, чтобы человек был результатом своего метода. Это самый классный фильтр. Поэтому хочется на курс и к Сапчак, и к Познеру, потому что ты понимаешь, что это люди, действительно бренды, и они действительно будут обучать, то есть они дадут полезную, ценную информацию, и они, заходя на этот инфорынок, они понимают, что они отвечают головой, потому что на кону твоя репутация. Да, верно, Динара, но при этом всегда будут 3% недовольных людей. И это нормально. Это опять-таки мышление жертвы. И вот в Казахстане, знаете, при том, что девочки очень любят обучаться, вкладываются, есть такой большой минус, это когда человек приходит, покупает курс, но не доводит начатое до конца. И есть некая претензия, я же купила курс, но почему я не разбогатела? Я говорю, девочки, от того, что купил курс, еще никто не разбогател, надо же еще и читать, слушать и выполнять задания. И это долгий путь, на раскачку своего бренда как минимум 3 месяца нужно. Нужно работать. И они говорят, ну вы же вон делегируете, а я промоутер идеи делегирования. Это опять-таки про то, чтобы покупать чужое время, чтобы экономить свою. Я говорю, так, девочки, я же к этому ушла, раньше я работала за десятерых. А люди видят вот эту красивую обертку, сейчас Эгерим путешествует, Эгерим на тренингах. Вот я работаю 3 часа в день сейчас. Они сразу видят результаты, хотят так же, не пройдя тот путь. Но ведь опыт нарабатывается со временем, да? Вот, поэтому важно нашему обществу научиться брать на себя ответственность и не говорить хейт, негатив, если курс не сработал, если вы ничего не делаете, либо даже делаете там 30% от всей программы, вы получаете соответствующий результат. Но я в шоке, что у вас на курсе 300 видеоуроков. Это, знаете, я у Игоря Мана была недавно на мастер-классе, и у него было 300 слайдов. То есть обычно человек выступает, у него там 20 слайдов, да? Ну 30 максимум, у него было 300 или 500 полуслайдов. У вас 300 видеоуроков. Димара, наши курсы адаптированы под нашу целевую аудиторию казахстанскую. Вот я же как раз на это делаю упор, что начинают, то ли внутренних ресурсов не хватает, чтобы это довести до конца. И знаете, что мы сделали? Мы сделали короткие видеоуроки под видеоуроком, тайм-код на какой секунде, что я говорю, чтобы сберечь их время. Снизу очень детальный конспект, чтобы они это не писали. Каждую неделю зум-разборы с кураторами, каждую неделю проработка с психологом. Потому что получить курсы, какие-то знания, это одно. А ведь очень много разных препятствий. Вопрос о тайне, муж не разрешает, я стесняюсь и так далее. И самое большое препятствие наших казахстанских женщин, это уверенность в себе. Поэтому мы привлекли психолога очень грамотного, который прорабатывает их все вот эти задачи. Каждую неделю. И еще одна сложность нашего общества, это то, что оставляют все на конец. Вот мы запустили курсы на казахском, впервые за все это время, у меня до этого было обучение на русском. И получается отличие между русским и казахским потоком. Русский поток все делал своевременно. И до конца потока 20 миллионерш у нас вышло. Это классный результат. А поток казахский до последнего тянули. И в последнюю неделю бац, бац, запуск, запуск, запуск. Все результаты вот в последние дни. Поэтому что мы сделали? Мы внедрили хакатоны. Хакатоны это каждую субботу по зум все созваниваемся. Там у нас мастер-классы, чтобы энергию поднять, делать всякие латиноамериканские танцы. По 10 минут они танцуют, 30 минут под таймер закрывают задачи на неделю под присмотром кураторов. И получается, где-то есть определенный микроменеджмент. Но я считаю, что именно нашей целевой аудитории это дает огромную поддержку. И как только мы внедрили вот эти разборы с психологом хакатоны, результат сразу тоже в несколько раз вырос. Я это вижу. Супер, я вдохновлена. Мне понравилось, когда я Герем сказал, что 2 миллиона в инфобизнесе это фигня. Я зарабатываю 2 миллиона. Но у нас там тайм-менеджмент, 2 миллиона мы зарабатываем. Это вообще, конечно, смешно. Айгрим, спасибо вам большое. Я думаю, что после этого интервью сейчас у многих вообще такое переосмысление произошло даже у нас, по-моему, да, у всех, кто присутствует здесь. Потому что вы... Вот я всегда отмечаю, что когда вы идете на курс или вообще хотите что-то изменить, если вы идете к человеку, вы идете за энергией. Вот у вас очень крутая энергия. Вы просто заряжаете. И вы мне очень симпатичны. То есть именно вот каким-то своим настроем. Поэтому я очень хочу, чтобы у нас таких женщин в Казахстане было очень много. Пожалуйста, Айгирим, попросите всех своих учеников. И вы сами. Давайте вместе поменяем наш Казахстан, наших женщин, да, вот хотя бы поможем именно вот женской аудитории. Я очень хочу, чтобы все женщины просто взяли свою жизнь, свои руки. У нас все получится. Дай бог, у нас все получится. Динара, взаимно. Вы супер. Женщина номер один. Бизнес-леди в Казахстане. Будем помогать женщинам Казахстана становиться лучше. Друзья мои, если вы эксперт в какой-то области, да, особенно там в бухгалтерии или там в медицине, да, там 20 лет, и у вас есть опыт, которым вы хотите поделиться, но вы не знаете, как запускать этот курс, вот человек, который этим занимается профессионально. С нами была Айгирим Танерберген. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Айгирим Танерберген. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова